Тьма поглотила подземный переход на улице Советской из-за городских вандалов. Там теперь можно снимать фильмы ужасов. Александр Алешин попытался снять сюжет, и то всем уже страшно было. Мало того, что в тоннеле на улице Советской не работает освещение и темно даже днём, вот такие дыры и щели можно встретить в нём. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, это мы телевидение сети НР. А вы чего испугались? Конечно. Почему? Страшно. Могут и сумку вырвать, и напасть, и всё что угодно могут сделать. Ой, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не сети НР. Как вам этот тоннель? Ужасно, страшно. Почему? Ну, темно. А нас тоже испугались, да? Да, честно говоря. Вы тут стоите, никого нет. Я уже сразу напугалась. Почему? Потому что, думаю, два мужчины, ну, как их стоят. Я шла со своей внучкой, так, мы шли вдвоём, но у неё, она студентка, пытались вырвать сумочку. Ночью вообще ничего не видать. Значит, так выходит. Что, насчёт света, что ли? Да. Уж неделю больше никак не горит. Неделю больше никак не горит. Я официально хожу там на работу. Ну, конечно, я пройду, но тут постарше возраста, может быть, как там, по-культурно сказать, упадёт. Украли лампы, света теперь нету. Шпаналы. Темнота – это друг разбойников, бандитов, грабителей. Когда же свет появится не только в конце туннеля, а на всей его протяжённости, мы решили узнать в администрации Канавинского района. Украденные светильники мы планируем в ближайшее время заменить. Там всего 17 светильников у нас. По вопросу ремонта, он у нас запланирован на весенний-летний период. Значит, там будет выполнен текущий ремонт. Кстати, сразу же после вмешательства нашей съёмочной группы районные власти отправили в туннель ремонтную бригаду. И свет там сегодня вечером уже восстановили. Продолжение следует...